МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Противопожарный режим продолжается. На территории края спасатели зафиксировали больше сотни пожаров. И это только за выходные. Вышли на митинг против закрытия местного роддома. Почему жители Новоалтайска боятся ликвидации медучреждения? Знаменитый поп на джипе Павел Корчагин поучаствовал в федеральном автошоу. Покорилась ли ему трасса? В Бурнауле насмерть сбили дорожного рабочего. ДТП произошло сегодня утром на объездной, где сейчас ведется ремонт и расширение проезжей части. По данным ГИБДД, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем МАЗ, сдавал назад и сбил дорожника. Им был молодой человек 1994 года рождения. От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия. По факту ДТП идет проверка. А накануне вечером барнаульцы делились в соцсетях кадрами большого огня недалеко от Нагорного парка. Некоторым очевидцам даже казалось, что пожар происходит в районе горы. Это что-то очень серьезное, видимо, горит. Ну, вернее, немаленький костерочек. Однако огонь возник за новым мостом. Как нам сообщили в МЧС, горели заливные поля за затоном. Спасатели пояснили, что у них нет доступа к этим территориям, поэтому огонь стих, когда поля прогорели. Это не единственный пожар за выходные. В МЧС зафиксировали около сотни случаев возгораний травы на территории региона. В том числе дымили поля рядом с Рубцовским деревоперерабатывающим комбинатом. Напомним, из-за сухой погоды в крае сохраняется высокая пожароопасность. В последние две недели осадков на территории края практически не было и в ближайшие 5-6 дней не прогнозируется. В связи с этим резко увеличился риск возникновения природных пожаров и также перехода их на населенные пункты. В целях предупреждения данной ситуации правительство Малтайского края было принято решение о вводе особого противопожарного режима. Продолжаем выпуск. Если родитель малыша до полутора лет уделяет больше времени работе, чем своему ребенку, он может лишиться пособия по уходу за сыном или дочкой. Министерство труда России предложило внести поправки в закон о пособии на детей. Денежная выплата будет положена только тем, кто уделяет ребенку достаточно времени, ухаживает за ним, даже если трудится неполный рабочий день. Если за малышом смотрит другой человек, ежемесячные пособия по уходу выплачивать не будут. В Министерстве труда пояснили, что инициатива направлена против славопотребления правом на пособие. Между тем, эксперты уже назвали это предложение способом сэкономить бюджетные средства. По их мнению, можно было бы напротив пособие увеличить, чтобы мамочки могли полноценно воспитывать своих детей. А вот жители Новоалтайска боятся другого. Более 500 человек вышли на митинг за сохранение единственного в городе роддома. В Краевом Минздраве заявили, что роддом не пользуется популярностью. Женщины предпочитают рожать в Барнауле. Однако сами женщины убеждены, что именно в Барнаул их увозят в скорое, а в Новоалтайском роддоме рожают те, кто может самостоятельно до него добраться. Правда, в Минздраве с этим не согласны. И поясняют, будущие мамы все чаще сами выбирают местом рождения малыша Барнаул. И в итоге за этот год в Новоалтайске появилось на свет всего 119 малышей. Для сравнения, в 2017-м там родилось почти тысячу детей. Это при том, что роддом обслуживает не только Новоалтайск, но и соседние районы. Это почти 250 тысяч человек. Будущие мамы так напуганы закрытием местного роддома, что рисуют в голове самые страшные сценарии развития событий. Не дай бог что-то случится. Барша та же, столкнет колонну, врежется в нее. Ну всяко может быть же. Это же жизнь. Все, старый мост закрыт. Этот мост разрушенный. Все, нам некуда ехать рожать. Подробнее об этой теме расскажем в ближайших выпусках. А пока о другом митинге он прошел в эти выходные в Барнауле. Жители города вышли на защиту ДК «Трансмаш». В августе здание законсервировали. Дом культуры был построен более 70 лет назад и почти никогда не видел ремонта. Сейчас его собираются продавать за 40 миллионов рублей. Барнаульцы опасаются, что здание попадет в руки бизнесмена, который построит на месте ДК новый торговый центр. Ранее специалисты говорили, что здание дешевле снести, чем провести реконструкцию. Вот такой плакат протестующие использовали для анонса своего митинга. По мнению жителей, власти города обязаны сохранить историю Барнаула. А для этого необходимо всего ничего около сотни миллионов рублей на реконструкцию здания. Накануне в Саратове прошли похороны 9-летней девочки. Напомним, 9 октября она пропала по пути в школу, а через два дня ее нашли убитой. Полиция задержала подозреваемого и спасла его от людской расправы. Жители Саратова вышли на митинг, требуя казни виновника трагедии. Возвращение смертной казни в последние дни обсуждают жители всей страны. Общественники, политики, депутаты Госдумы. Мы спросили у жителей Барнаула, что они думают по этому поводу. Однозначно знаю. Потому что такие люди не должны просто землю, так сказать, уходить вообще по земле. Потому что у него сама есть ребенок, дочь. И да, почему граждане должны этих людей прокармливать? То есть налоги граждан идут на пожизненное их содержание. Но, как показывает практика, они не делают никаких выводов. Это больные люди. И обществу пользы от них ноль. Я, честно сказать, отрицательный. А почему? Ну, вот мое такое мнение. Потому что часто бывают ошибки, а этого уже не вернуть. Я не смогу ответить, да или нет. Мне нужно, я, поскольку человек немножко размышляющий, мне все равно надо, чтобы все четко, настолько было четко, во-первых, прописано. Во-вторых, чтобы наше законодательство настолько было безупречно. В плане, вот именно, обвинительно. Наверное, нужно все-таки. Особенно, когда вот такие случаи, когда вот с детьми, когда насилуют, убивают детей. Это самое страшное, что может быть для каждого ребенка, для каждого родителя. Поэтому, скорее всего, наверное, таких людей, такие они не должны жить. К другой теме. Российские власти вновь говорят о том, чтобы открыть подвалы жилых домов для беспризорных животных. Если правительство выпустит это постановление, управляющие компании должны будут держать открытыми окна в подвалах круглый год. Автор инициативы – вице-премьер Виталий Мутко. Он предлагает не закрывать продухи. Сейчас их используют для поддержания необходимого температурного режима в подвалах. А в перспективе именно там животные смогут официально прятаться от холодов. Неофициально это происходит и сейчас. Но в некоторых случаях управляющие компании жалуются на антисанитарий. Кстати, на Алтай инициативу открыть продухи уже обсуждали. Тогда местные коммунальщики выразились против. Общего решения принято не было. Алтайский священник Павел Корчагин, известный многим как «Поп на джипе», принял участие в программе на федеральном канале под названием «Россия рулит». Что ли это для священнослужителей, авантюризм? Я думаю, да, потому что без него невозможно миссионерствовать. Батюшке, который об автомобильном экстриме знает буквально все, предстояло выполнить на глазах сотен зрителей, жюри и ведущего Николая Фоменко довольно сложный трюк за три минуты проехать по дороге из пеньков и досок. Нашему земляку дали второй шанс, но и во второй раз трасса Павлу не покорилась. На своей страничке ВКонтакте «Поп на джипе» так прокомментировал неудачу. На тренировочных заездах проезжала, а тут как-то не сложилось. Между прочим, не сложилось в этот день не только у Павла, трассу завалил сам шоумен Николай Фоменко. Тем не менее, на своей территории Павел Корчагин довольно знаменитый любитель езды по бездорожью. Свой уровень священник прокачивает часто, ведь добираться до некоторых верующих ему, сельскому батюшке, приходится сквозь тайгу. А ежегодно в мае Корчагин организует трофи-рейд, соревнования по преодолению бездорожья в рамках миссионерского проекта. Через несколько секунд и погоди. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». А у меня к этому часу все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok